Всем салют, дорогие друзья! Здесь Донни, я представитель лейбла Blackstar. Сегодня мы находимся в моей стране, Узбекистан, в моем городе, город Фергана, в моем районе Ахумбаевский массив. Сегодня я вам немножко расскажу, как проходило мое детство, покажу вам какие-то значимые места, которые перемирнули мою жизнь. Так что следите за мной, все только начинается. В первую очередь пришли в детский садик, где я вырос, где меня воспитали прямо с такого возраста, скажем так. В этом садике работала моя мама. Конечно, тут все изменилось. Вот, кстати, тут бассейн, где мы купались раньше. В этом бассейне, кстати, друзья, я учился плавать и до сих пор не научился. Я помню, мы там играли с пацанами, в этой беседке мы сидели. Время было беззаботное, когда ты ни о чем не думаешь, тебя кормят, тебя одевают. Не было таких проблем, как и сейчас, не думаешь ни о чем. Мы 25 лет, мы не виделись, а люди работают. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Когда вижу, всегда радуюсь, говорю, ой, наш. Да, спасибо большое. Меня тут помнит, видите, я не всех помню, конечно, но меня тут помнит. Представляешь, когда ты не бываешь лет 25, и ты заходишь, и ты просто возвращаешься в то время. Привет. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Каила, нормально? В садике происходило все первый раз. Первые друзья, первая девушка, которая понравилась. Новогодние были праздники. Мы сделали такую небольшую постановку «Три мушкетера». Я, естественно, был мушкетером, выбрали там троих девочек, я, еще два пацана. Мы должны были в конце станцевать вальс. Эта девочка танцевала другой пацан. Эльгис, я тебя помню на самом деле. Если что, я сегодня здесь, в садике, номер 36. Приходи, поговорим. Ха-ха-ха. Мы тоже танцевали. Все? Можно? Поднимись давай. В акту. А здесь же актуал зал, да, до сих пор, да? Да? Можно поднимемся? Нет. И вот как раз здесь та девушка, которая мне нравилась, танцевала с другим. Фух, я зашел и вспоминаю тут абсолютно все. Походу, как будто я тут вчера был. Спасибо этому садику, что вырастили меня таким. По щелчку пальцев меняю погоду. Как джин из лампы я ценю свободу. Мой ковер – самолет из аэропорта. Через облакан до твоего города. Мы находимся сейчас, вот здесь здание «Триумф Палас». Первое, когда я приехал в Москву, я попал сюда. Мы тут работали. Я таскал раствор, я таскал воду в таких бутылях 20-литровых для раствора на 20 этаж пешком. Мы жили тут в недостроенной квартире. В тот момент, когда нас вышли на улицу, я никогда этот момент не забуду. Всю ночь отработали, под утро было. Зашли охранники, где мы живем, где мы спали. Просто взяли нас за шкирку. Меня, моего друга, моего отца пинками выкинули на улицу. Это была зима, дождь, слякоть. Даже если бы я захотел, я бы не смог ничего сделать абсолютно. Наше знакомство началось еще в бытность того времени, когда он был HelpMC у Тимати. В какой-то момент Тим сказал, что парень толковый. И вижу для него будущее артиста. У него интересная история, послушайте его. Ему есть чем вас удивить. Тогда я узнал о том, что он приехал в нашу страну из другого государства на заработки. В отличие от тех людей, которые в то время просто отправляли, грубо говоря, родственникам деньги и мечтали вернуться назад. Он отправлял деньги родственникам, но мечтал остаться здесь. Я приехал на стройку. То место, с чего начинался мой путь. Из чего я начинал вообще в Москве. Как я приехал сюда и где я сначала начал работать. Это то место, где многие приезжают. Очень многие. Не только ребята со Средней Азии. Мне кажется, приезжают еще много из других городов Российской Федерации. И попадаю в такое место. Не знаю, конечно, есть ли в этом вообще свой кайф. Но своя атмосфера точно тут есть. Работать в настройке это не так уж легко, как кажется. Это на самом деле не сидеть в теплом офисе, в чистой одежде. Решать дела по телефону или, не знаю, переписываться с друзьями. Тут настоящая работа. Настоящая мужская работа. Мы наконец-то дошли до моей школы номер 27, где я учился, где я закончил, где были много друзей. Иногда приходил без формы. Меня отправляли обратно домой. По этим коридорам мы бегали, хулиганили, дрались с старшеклассниками. Сбегали с уроков. Короче, постоянно ругали учителя, вызывали родителей. Класс биологии. Тут идет урок. Давайте мы зайдем тихо. Посмотрим, как наши ребята учатся. Ребята, всем вам удачи. И у вас все будет всегда хорошо. Договорились? Я помню, мы здесь танцевали с ребятами брэк-дэнс. Я раньше увлекался брэк-дэнсом. Там кто-то привозил с собой магнитолу, включали кассету, бомфанк эмси, фристайла, все такое. Прям танцевали. Тут нас гоняли, ругали. Короче, в общем, было классно на самом деле. И многие часто мне задают вопрос, почему я люблю кроссовки, почему я люблю обувь. У меня в семье не было возможности купить мне кроссовки для танцев. Я приходил в всяких старых шмотках, в старых кроссовках. Некоторые были порванные. У одного чувака я увидел такие кроссовки, которые я прям мечтал. Он где-то танцевал здесь. Я смотрел здесь. Я просто наблюдал за его кроссовками. И посмотрел на свою обувь. И дал сам себе слово, что когда я вырасту, когда я начну работать, у меня будут лучшие кроссовки. Это была мечта. И слава Богу, что мечты сбываются. Вот я сегодня здесь, в новых кроссовках стою. Я благодарен всему, что тут происходило. Тут много что изменилось. Мы сегодня находимся прямо в центре Москвы, рядом с нашим офисом Бокстар. Заходим к нашему боссу, к Вальтеру. Надеюсь, он свободен. Поэтому сначала постучаться. Пойдите. Как вы, Игорь? Нормально потихонечку? Как вы? Да. За 5 лет, когда ты уже работал компания, я вижу, что каждый год идёт. Да. По ступеням, по ступеням выше, да. Да. А ты, когда пришла компания, у тебя были как бы видения, как бы спят шоумены. Сейчас… Превратился в Вальтер. Вы же были как атисты. Это очень хорошо. ПЕСНЯ Вот Аэроэкспресс. Здесь терминал Е, терминал Д. Каждый кирпичик, каждая плитка. Всё знакомое. На самом деле у нас здесь были, вот здесь стояли наши вагончики, наши бытовки. Вот такая была такая узкая кушетка. Я на такой кушетке спал в течение 4 лет. По воле Божией теперь всё по-другому. Когда-то сам строил, теперь сам отсюда летаю. Записали тогда песню Стимати, естественно, так как он сам его порекомендовал и в какой-то мере нёс за него ответственность. Он записал песню «Борода». У меня есть «Борода» и ты скажешь мне «Да». И ты скажешь мне «Да». Тебя словит ума, моя «Борода». С чего мы это вообще начинаем? Почему карьера именно с трека «Бороды»? Потому что этот трек посвящается всем настоящим мужикам. Это во-первых. Почему Стимом? Потому что Стим настоящий мужик и носит бороду. Песня имела успех. У нас произошло открытие насчёт того, что это же мем. В тот момент другим мемом была песня Натали «О боже, какой мужчина». И мы подумали «Да ладно». Засели на студию, записали эту песню, сняли клип. Но никто не рассчитывал, что будут там эти 170 миллионов просмотров. Ну и в общем все эти увидели премии, все эти ротации, каналы, просмотры. Положа руку на сердце, сейчас понимаю, что написать такую песню бывает иногда, возможно, один раз в жизни. Всем салам алейкум, ребят. Как ваши дела? Нормально? Здорово. Здорово. На самом деле я тоже работал. На стройке? Да. Я работал три года. Это был Шереметьево объект, терминал «С», терминал «Д», «Е». А какие работы? Я был разнорабочим. Ну вот, как раз вся эта наша специфика. Вот таких бытовок делать сейчас. Вот у вас стоят синие бытовки. Да. Переодеваетесь там, да, кушают. Да. Я там спал, честно. С этими колопами жить, я это прекрасно знаю, пацаны. Мне можете не рассказывать. Мы ставили в бытовке два обогревателя вот этих масляных. Да. Нагревали. Когда оно нагревалось, в бытовке прям тепло-тепло. И потом мы аэрозолем это все убивали и закрывали дверь. И буквально где-то полгода потом вообще колопов не убывало. Если что, имейте ввиду. Вот такой фирменный рецепт одно нет. Вы делаете работы, которые, мне кажется, многим не по силу. На самом деле, когда я сюда пришел сегодня, зашел ворота. Я как будто переместился лет на пять назад обратно, понимаешь? Ну что я могу пожелать вам, ребят? Всего вам хорошего. Всего вам наилучшего. Берегите себя. Вас ждут дома. Деньги деньгами, но беречь себя надо. Мы приехали в легендарный клуб. Легендарное место. Это любимый гараж. Это место для меня родное. Эти стены для меня полны эмоциями, полны воспоминаниями. На этой сцене я познакомился с Кристиной Си. На этой сцене я познакомился с Мотом, Неллом, с Элваном. Эта сцена, на самом деле, вырастила много артистов. И для меня была всегда честь подниматься сюда, общаться с публикой и качать весь зал. Тут я познакомился со своими друзьями, с Ашером, с Давидом, которые по сей день мы вместе. И мы хотели себя испытать в других местах, как нас люди будут воспринимать. Мне вспоминается трек «Борода», наверняка вы знаете, да? После выхода этого трека прямо в Москву, да и вообще, наверное, Россию, прямо заполонили бородачи. Они стали появляться. И мы с Доней поняли, что, наверное, надо это делать. И сошлись на мнении втроем уже, это вот Давид, Доня и я. Мы слышали, что нужно делать в Москве такую тему, где ребята смогут находить друг друга, общаться, стричься, бриться. Такой некий мужской клуб. Мы сидели просто на студии. Я смотрел что-то барбершопы, потому что все это время я дома сам себя стрик. Я думаю, почему бы нам самим не открыть этот барбершоп? Потому что мы внесли культуру, скажем так, да? То есть раньше с Бородач, ну, так обращали внимание. А сейчас уже встала она модно. И она не перестает быть модной. Я говорю, давайте, пацаны, попробуем. Давайте, друзья, откроем барбершоп свой, где мы будем хотя бы с нами приходить, стричься, бриться. И никуда не надо нам идти. В итоге, вот, спустя два года, когда ты заходишь сюда, ты понимаешь, что мы сделали все правильно. Мы делаем все правильно. Барбершоп Топор – это такое место. Не просто сюда приезжают, там, стричься, бриться, да, например. Сюда приезжают, там, ребята, поиграть PlayStation, поиграть, там, футбол настольный. Я не знаю, просто поболтать, послушать музыку, по крайней мере, выпить чай. Отсюда еще никто не уходил. И я надеюсь, что никто не уйдет недовольным. Человек реально сделал свою музыкальную карьеру, не будучи музыкантом. Главное, что он очень от души как бы все это делает. Его слова, они заходят, и понятно очень большому количеству простых людей. Он музыкант из народа. У него хорошо получается чувствовать настроение людей. У него очень хорошо получается вот как-то рассказывать о своей жизни. Не такими словами, которые вот изящные, какие-то очень глубокие и так далее. Он говорит просто, но ему веришь. Я верю, что у него все по-настоящему сложится. Я рад, что люди из народа, так сказать, люди, которые сделали себя сами, могут своим примером заражать других людей и показывать, что все реально, без всяких особенных возможностей. Отец, спасибо тебе, что ты воспитал меня мужчиной достойным. Я работал своим трудом, своей честностью, своей порядочностью. Я добился того, что у меня есть. Надеюсь, мой отец посмотрит это видео и порадуется. Теперь все иначе, отец. Теперь все иначе. Субтитры сделал DimaTorzok